Вот он, стопроцентный хит-продаж. Xiaomi Mi Band 4. Точнее, теперь он называется Mi Smart Band 4. И это, скорее всего, лучшее, что вы можете купить сегодня из носимой электроники. Mi Band теперь можно смело назвать полноценными часами, ведь тут появилась пара новых фишек, которые вы очень ждали. И, кстати, в этом обзоре мы разыграем 5 Mi Band 4. Условия будут очень простые, досмотрите видео до конца, и мы расскажем все подробности. Браслет теперь продается в такой красивой большой упаковке, такую не стыдно и подарить. Хотя размеры абсолютно не соответствуют тому, что вы найдете внутри. А там сама капсула, резиновый ремешок и зарядное устройство. Собственно, за те деньги, что стоит Mi Band 4, больше вас ждать и не приходится. Если вы вдруг вообще впервые слышите про Mi Band, то это такой умный браслет от Xiaomi, главная отличительная особенность которого — капсула. То есть сам браслет представляет из себя вот такую пластиковую капсулу, внутри которой и находятся все основные датчики и элементы. Капсула удобна при смене браслетов, для Mi Band их продается довольно много, а также ее придется вынимать из браслета для зарядки. Тут сразу хотелось бы ответить на парочку ваших вопросов. Да, для зарядки Mi Band 4 нужно по-прежнему вынимать из ремешка, но при этом форма самого браслета почти не изменилась, поэтому ремешки от Mi Band 3 подходят сюда идеально. Тут надо оговориться, что только резиновые ремешки, металлические, говорят, не подходят. И, кстати, перед обзором мы спросили у наших подписчиков в Instagram и YouTube, что им интересно было бы узнать об этом браслете. В этом обзоре мы ответим практически на все вопросы, что вы задавали, поэтому смотрите и слушайте внимательно. Внешний браслет почти не отличается от третьего поколения, разве что экран стал плоским и защищен закаленным стеклом, который имеет 2,5D-скругление. В нижней части экрана исчезла круглая выемка под сенсорную кнопку, теперь она просто обозначается круглым значком. Пожалуй, так стало даже лучше. Кстати, круглый значок только у версии без NFC. В Китае можно купить браслет с поддержкой NFC, там кнопка обозначается немного другой иконкой в виде подковы или буквы N. Это, кстати, единственное внешнее отличие. По сборке и дизайну браслет простенький, но аккуратный и очень качественный. Первая фишка, из-за которой вы, вероятно, захотите купить этот браслет – новый цветной OLED-экран. Дисплей неплохой, очень яркий, что позволяет легко считывать информацию под прямыми солнечными лучами. В настройках приложения можно активировать пункт «Ночной режим», и браслет будет автоматически снижать яркость в темное время суток, чтобы вы не делали это вручную. Размер экрана чуть меньше 1 дюйма, разрешение 120 на 240 точек. Этого хватит, чтобы информация была читаемой и достаточно чёткой. Но вы должны понимать, что размеры экрана не позволяют быстро прочесть уведомления. Например, за рулём или во время езды на велосипеде текст сообщения очень сложно разобрать. Виной всему слишком мелкий шрифт. И, кстати, да, с обновлением приложения появился официальный русский язык и поддержка нормальных шрифтов. Теперь всё красиво и понятно. Ещё одна новая фишка, которая приближает этот браслет по функционалу к полноценным умным часам – управление музыкой. Мы знаем, вы ждали этого долго, так вот отвечаем на все ваши вопросы. Управление работает с любыми приложениями – Яндекс.Музыка, Дизер, Гугл Плей, даже если вы смотрите YouTube или видео на каком-нибудь сайте. Громкость, переключение треков, плей-пауза – всё это нормально работает и на iPhone, и на Android-смартфонах. По сути, претензия к плееру только одна – очень мелкие элементы управления. Xiaomi вполне могли бы сделать интерфейсы покрупнее. Зато в браслете удобно реализован быстрый вызов плеера. Достаточно свайпнуть вправо или влево от главного экрана, и вы в режиме управления музыкой. Что тут по функционалу? Всё, в принципе, стандартно. Главный экран – это циферблат или Watch Face. Далее вы можете листать вверх или вниз и передвигаться по меню. Тут можно найти пульс, статус, тренировки, погоду, уведомления и настройки. Быстро пробежимся по каждому пункту. Во-первых, в Mi Band 4 довольно точный пульсометр. На все 100% доверять ему, конечно же, не стоит, это всё-таки не медицинский прибор, но сравнив его с Apple Watch, где датчик сердечного ритма достаточно точный, можно сказать, что данные сопоставимы. Пульс можно замерять как принудительно, так и выставить в настройках приложения автоматический мониторинг пульса и сна. В таком режиме больше расходуются батареи, но вы сможете увидеть более подробную картину по вашему сердцебиению. К тому же браслет подскажет вам, если вдруг ваш пульс резко подскочит. То же самое и во время сна. Мониторится не только пульс, но и глубокая и быстрая фазы. Далее у нас в меню пункт «Статус», где показываются данные о количестве пройденных шагов и сожженных калорий. Третий пункт – это тренировки. Тут есть сразу несколько типов возможных активностей. Бег, беговая дорожка, ходьба, велосипед, плавание и занятия в зале. Данные о велопрогулках и других тренировках считываются и синхронизируются со смартфона, так как у самого браслета нет GPS. Ходьба и количество шагов считается более-менее корректно, но и в случае ходьбы, и в случае, например, плавания, браслет может ошибаться. Например, мы провели тест прогулкой и тремя устройствами – Mi Band 4, Apple Watch и смартфон с активным приложением Nike Running Lab. Данные получились такие – Apple Watch и приложение Nike показали одинаковое расстояние – ровно 1 километр. Mi Band 4 посчитал только 860 метров. При следующем тесте данные более-менее совпадали, но погрешность у браслета всё же есть. Тем не менее, задача Mi Band 4 не сделать из вас профессионального спортсмена, а просто дать определённые стимулы, чтобы вы начали двигаться и встали на конец дивана. Любая тренировка останавливается долгим зажатием кнопки «Домой», а все данные выгружаются в приложение на смартфоне. Интересно, что посмотреть отчёт о велопрогулке так и не получилось, приложение просто крашится, и точные данные можно посмотреть только на самом браслете сразу после тренировки. Скорее всего, это поправят в ближайших обновлениях, потому что в остальном приложение работает довольно корректно. Давайте дальше. Следующий пункт – меню «Погода». Тут всё просто и наглядно, погода на сегодняшний день, а если пролистать вниз, то ещё на 4 дня. Кстати, из любого приложения можно выйти либо свайпом влево, либо нажатием на сенсорную кнопку «Домой». Следующий пункт меню – это уведомления, тут показываются все последние пуши, что прилетали на смартфон. Ну и последний пункт меню – это дополнительные приложения, такие как будильник, секундомеры, режим «Не беспокоить», таймер, найти смартфон, работает, кстати, хорошо. Ну и тут же настройки, где можно изменить циферблат, по умолчанию всего 3, но в приложении на смартфоне есть ещё около 40. А также можно изменять яркость экрана и стандартные вещи, вроде перезагрузки и сброса устройства. Это, по сути, и есть весь функционал Mi Band 4. Не густо, но есть всё, что необходимо. Но давайте вернёмся к вашим вопросам. Можно ли сделать так, чтобы на циферблате были и время, и количество шагов, и погода, и таймер? Отвечаем. Нет, нельзя. Но, возможно, умельцы создадут такой циферблат, чтобы на нём была вся необходимая информация. Второй очень важный вопрос – автономность. Размер экрана тут подрос, как и его яркость, но при этом вырос и объём батареи – до 135 мА, а значит, примерно те же 20 дней от одной зарядки браслет проработает. Однако, если включить фоновое отслеживание пульса, сна, установить яркость экрана на максимум и регулярно запускать тренировки, то автономность составит порядка 10-12 дней, что, впрочем, тоже неплохой показатель. Один из самых частых вопросов насчёт голосового помощника и микрофона. Тут не стоит обольщаться, работает помощник только в Китае, пока никаких русских аналогов не предвидится, а микрофон есть только у версии с NFC. Так же, как и оплата по Mi Pay. Да, Xiaomi собирается запускать свою платёжную систему в России, но будет ли она работать с NFC – большой вопрос. Поэтому рекомендуем не переплачивать и брать обычную глобальную версию, как в нашем случае. Ну и ещё один интересный вопрос по поводу звонков и уведомлений. Уведомления работают нормально, браслет оповещает вас вибрацией, в приложении на смартфоне необходимо дать все разрешения и выбрать приложения, от которых уведомления будут приходить на браслет. Звонки тоже отображаются на экране, их можно отклонить или отключить вибрацию на браслете. Принять вызов, разумеется, нельзя. Тут чудес ждать не стоит. Учитывайте цену, и без того богатый функционал. Кстати, цена браслета – 3000 рублей, официальные продажи начнутся 9 июля. В Казахстане сейчас Mi Band 4 можно купить за 20-25 тысяч тенге, и даже дешевле, но брать лучше сразу глобальную версию. Что ещё забыли рассказать? Браслет отлично держит связь со смартфоном, тут используется Bluetooth 5-й версии. В приложении на смартфоне есть куча дополнительных настройок и возможностей, например, можно посмотреть статистику по сердцебиению, тому, как вы спали или тренировались. Можно следить за весом или выставить напоминание о разминке. Тут даже можно создать собственный ритм вибрации, просто ради развлечения. Браслет позволяет проверять время и уведомления по взмаху руки, это опять же настраивается в приложении. Можно и отключить эту функцию, если она вам особо не нужна, и смотреть всё по нажатию на кнопку. В общем, возможностей по настройке много, можно выбрать руку, на которую вы носите браслет, ночной режим, когда подсветка делается темнее, погоду, циферблаты и так далее. Ну и, конечно же, вам интересны подробности розыгрыша. Условия очень простые. Ставите лайк этому видео, обязательно подписывайтесь на канал и пишите один любой комментарий под роликом. Он нужен, чтобы выбрать победителя. И всё. Подробности в описании, но победителя выберем через неделю в нашем инстаграм в прямой трансляции. Итак, подписывайтесь на канал, ставите лайк и оставляйте один комментарий. Вот и всё. Даже если вам неинтересны занятия спортом, Mi Band 4 вполне может заменить обычные умные часы. Он показывает уведомления, оповещает о звонках, считает шаги и, конечно же, показывает время. Чем не часы? За 3000 рублей – это просто бескомпромиссное решение. К тому же для Mi Band 4 есть и будет огромное количество аксессуаров. Другое дело, что покупка – это полностью перечеркивает индивидуальность. Людей с таким браслетом будет очень много в любой точке мира. Но Apple Watch тоже носит десятки миллионов людей, и это не мешает им чувствовать себя особенными. Поэтому если вы ищете умные часы или браслет, не хотите тратить много денег, или вы ищете браслет для детей, родителей, то Mi Band 4 мы однозначно рекомендуем к покупке. Это тот самый случай, когда и цена, и качество, и функционал сложились в очень правильный и продуманный гаджет. Это Зарокко. Всем пока!